всем привет меня зовут юля миллион лет я уже не снимала свою рубрику про ежедневники но я на пути к тому чтобы ее возродить и сегодня покажу вам как за последние полгода изменилась моя система планирования какими блокнотами и ежедневниками я пользуюсь и кстати забегая вперед да я использую все я в них не путаюсь просто какие-то предназначены для ежедневного пользования какие-то я использую там пару раз в неделю а какие-то предназначены специально для съемок видео и также мне буквально вчера подарили новую раскраску по ведьмаку так что мы ее сегодня вместе распакуем она у меня еще даже в пленочке вместе посмотрим и еще я хочу протестировать как она будет впитывать краски карандаши разные материалы в общем стоит ли ее покупать самому и начну со своего любимого ежедневника который сейчас использую постоянно он из драпа или фетра если честно не знаю как правильно называется эта ткань но она меня подкупает в первую очередь тем что она невероятно приятная на ощупь а во вторых на нее наконец-то можно цеплять значки то есть у меня очень много всяких разных и лабиринтовских и просто милых которые получала в подарок и на одежде я их не очень люблю носить а вот на ежедневник получилось просто идеально к тому же их очень просто менять если когда-нибудь мне захочется проапгрейдить свой ежедневник я на него могу еще и приклеивать нашивки которые тоже я не хочу цеплять на одежду но они у меня есть и вот через какое-то время однозначно он свой внешний облик изменит в чем состоит моя сейчас система планирования я каждый день себе вечером пишу на следующий день план и спустя день когда исполняю все что задумала или не исполняю я просто его вырываю и получается что каждый день я начинаю как бы с нового листа во первых мне это нравится чисто с психологической точки зрения у меня получается постоянно новый ежедневник а во вторых мне просто так очень удобно если я что-то не успела выполнить то лист остается я его переворачиваю и сразу вижу что мне там нужно сделать не листаю миллион своих планов разыскивая что же там осталось и не составляя какие-то новые списки и единственно листик здесь вот первый у меня постоянные потому что здесь записаны такие основные планы на канал и какие-то вот просто супер крупные проекты там с дедлайнами в основном этот ежедневник мой домашний то есть я использую его за своим дома рабочим столом но в принципе он такого небольшого удобного формата я его и в сумку с собой часто беру и вот еще раз повторю у меня очень подкупает тем какой на ощупь я вот прям постоянно с ним не могу расстаться из рук и вы видите здесь лежит второй экземпляр на которой сегодня будет розыгрыш немножко про историю их появления мы снимали промо ролик для интернет магазина моего друга и вот я моментально влюбилась в эти ежедневники один утащила себе а второй мы решили вместе разыграть и это будет довольно простой и быстрый конкурс буквально там на две недели первое условие подписаться на youtube канал интернет-магазина lights market это родина этого ежедневника и второе условие написать комментарии для розыгрыша я предлагаю вам поделиться своей системой планирования ведете вы ежедневники или пишите просто там что-то на стикерах мне будет очень интересно узнать как вы планируете свои дела и все подробные условия вы также сможете найти в описании к видео ежедневник абсолютно такой же как мой только новенький и в другой расцветке и вот сейчас мне нужно вам продолжать рассказывать про свое собрание ежедневников а я прям не могу выпустить его из рук настолько он ладненький и приятно лежащий в ладонях но мы продолжаем и вот с этим ежедневником вы должны быть хорошо знакомы если смотрели мои предыдущие заполнения и рубрики это малискин из лимитированной коллекции по произведениям толкина здесь конкретно обложка к оригинальному хоббиту как я планирую возрождать свою рубрику про ежедневники теперь он мне будет служить основным ежемесячным планировщиком где я буду записывать какие-то свои прям вот основные фундаментальные планы и вот раз в месяц у меня на красивое заполнение и более масштабное заполнение разворота сил должно хватить кстати во время того когда я выкладывала видео с его заполнением меня постоянно спрашивали где можно купить но я если честно не уверена что они еще есть продажи потому что даже когда я два года назад его покупала эта серия лимитированная уже подходила к своему завершению но если найду ссылки а я для кого-то находила на ebay то постараюсь вам внизу оставить если хотите проверьте дальше мы перемещаемся от моим трем ежедневникам которые целиком посвящены планам на канал и ведению канала вот этот с подробным нет не с того начинаю вот этот самыми мелкими планами где содержатся все стикеры все заметочки все что мне когда-либо приходило в голову что вам нужно показать и осветить и вот этот ежедневник служит мне буквально для того чтобы на неделю написать название видео которые должны выйти так что для вас здесь особо интересного ничего быть не должно но для тех кто ведет блог я могу посоветовать такую штуку она помогает сохранять свои планы в порядке и визуализировать их в очень неплохом формате движемся дальше и вот этот блокнот служит таким хранилищем расшифровки моих идей вот если я придумаю родиться у меня как какая-то идея для видео и я особо не знаю когда я его выпущу я записываю сюда здесь в основном планы которые я должна успеть отснять до конца этого года что касается самого блокнота то это из издательства манванова фербер очень классные по качеству такие тонированные листы мягкая обложка но при том довольно сохраняющая форму и вот для каких-то повседневных дел для записи своих идей я вот такую штучку могу советовать если у них сейчас они есть продажи вообще если есть сейчас что-то из этого в продаже я вам внизу все ссылки оставлю так что можете не переживать и не спрашивать и вот это вот книжечка сейчас моя самая основная не книжечка тетрадка где я записываю сценарий у меня видео одна страничка это вот вообще на локвуд 10 минутный ролик у меня уместился в одну страничку мне стало гораздо проще разговаривать вообще без сценария я как-нибудь вам подробнее расскажу как дошла до этой мысли и почему сценарии ушли практически из моей жизни но для своих планов и для того что я использую во время съемки видео я абсолютно всегда покупаю тетрадки на кольцах потому что мне удобно во время съемки вот там держать вот так допустим на коленях или одной рукой чтобы они разворачивались на 360 градусов и наконец мы добрались до моих двух личных блокнотов я не буду показывать вам информацию которая в них содержится там нет ничего секретного просто вот в этом я пишу все что приносит мне какое-то вдохновение будь то текст песни или впечатление от какого-то фильма просто это написано таким очень внутренним моим языком и мне не хочется чтобы это читали а вот здесь мои мысли на какие-то отвлеченные темы мне очень нравится писать от руки я люблю делать это еще со школы мне это приносит и какую-то не знаю медитативную что ли зарядку те кто любят водить ручкой по бумаге должны меня понять нет ничего абсолютно здесь гениального или секретного просто мне не хочется показывать тексты но я вам немножко все равно расскажу про эти блокноты этот как вы видите видит ардис фанаты доктора кто меня поймут и вот я полгода где-то им пользуюсь в принципе практически всегда я пишу не за столом видите он немножечко потерся очень довольна блокнотами из этой серии там еще есть под дверь квартиры шерлока холмса и еще какой-то посмотрите проверьте если они есть наличие советую для своих каких-то записей приобрести и вот это вот наверное мой любимый ежедневник наравне с ежедневником которым постоянно пользуюсь сейчас он посвящен фильму фантастические твари я когда видела его на сайте я даже не думала что он настолько потрясающий по качеству обложка под кожу прям вот она на ощупь действительно как кожа а не как дешевый дермантин фантастические просто в клейки потрясающие всякие вот рисуночки наброски персонажи но в общем сплошной сгусток вдохновения если любите этот фильм как вариант для подарка я очень-очень вам советую и вот так быстренько я вам рассказала про все свои блокноты ежедневники которые использую на постоянной основе и наконец-то мы переходим проверки раскраски я убрала все лишнее достала карандаши краски то что мы будем пробовать и наконец-то мы сейчас посмотрим что внутри на самом деле я видела англоязычное издание на иностранных сайтах и внутри там очень много использовалась картинок которые служили как бы эскизами к заставкам ведьмака то есть если вы смотрели всякие дополнительные арт проекты по игре скорее всего вам ничего нового здесь увидеть не светит мне в принципе очень нравится вот такая идея оформления раскрасок для взрослых именно для фанатов потому что это в принципе артбуки которые вы можете заполнить сами можете оставить черно-белыми потому что здесь приятные рисунки цитаты из нет это не из книги это точно из игры ну и давайте выберем какой-нибудь рисунок сначала мне хочется испробовать карандаши и конкретно карандаши мне хочется проверить насколько хорошо будут смешиваться на этой бумаге я геральту раскрашу кожу москвы 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 Ну что, раскрасила я небольшой фрагмент карандашами и, если честно, даже не ожидала, что они настолько качественно будут ложиться на бумагу. У меня есть аналогичная раскраска по творчеству Толкина и она тоже с хорошей бумагой, тоже в хорошем оформлении, она вообще зарубежная. Но даже там карандаши не настолько хорошо между собой тушуются и при этом не превращаются в кашу. У меня, да, карандаши хорошего качества, но от бумаги тоже очень много зависит. И вот смотрите, она настолько плотная, что сзади вообще ничего не пропиталось и раскрашивать невероятно приятно. Я вот сейчас досниму видео и доделаю этот рисунок, потом вам поставлю картиночку. И давайте попробуем краски. Наверное, не буду далеко листать и Васика мы немножко и раскрасим. Ну, что я хочу сказать по поводу красок. Тоже все очень неплохо. Конечно, бумага покоробилась, но она не пропечатывается, не раскисает. При том, что здесь кожу, вы сами видели, я несколько слоев заливала. И я, если акварелью рисую, я всегда максимально воды вливаю, хоть это и неправильно. И по поводу цветового сочетания, не бойтесь, что это прямо так ярко смотрится. Мне хочется сделать весь этот рисунок в таком немного мультяшном стиле. Вообще, у Прибожков у них кожа должна быть, ну, судя по игре, такой полупрозрачной, светло-сиреневой. Но мне хочется все сделать, это немножко поярче. И Сара тоже будет немножко поярче. И цветочки тоже я это попозже закончу. Но как итог, я могу сказать, что качество очень-очень достойное. И на сегодня это все. Я сейчас буду докрашивать Геральта, рассматривать иллюстрации. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!